26 февраля, в прощенное воскресенье, команда «Водник», как поначалу показалось многим, совершила непростительный поступок. То есть поступила с спортивными принципами борьбы и начхала на своих болельщиков. Обиженным себя почувствовал и Андрей Марков. Половина болельщиков, наверное, большая даже часть, после первой половины игры ушла со стадиона. Было неприятно смотреть на эту игру. Рассказывать в подробностях, что произошло на льду стадиона «Труд» не будем. Игру, в которой «Водник» и «Байкал Энергия» на перегонки загоняли мяч в свои собственные ворота, не обсуждал только ленивый и Игорь Гапанович. На пресс-конференции, посвященной «Театру абсурда», наставник «Желто-зеленых» был краток. Рулевой команды «Байкал Энергия» был чуть многословнее. Фраза «тактическая схема», видимо, относится к 70 минутам бессмысленного катания гостей по полю. А вот последовавшие голы в свои ворота, после примера, поданного хозяевами, нынче объясняются не иначе, как временным помутнением Ярахтина в уме. Три гола автоголоводника, я думаю, внесли какую-то сумятицу в наш тренерский штаб, отходящее слово «истерика». Заявления по «Байкалу» появились сразу. Водник до поры молчал. Первым выступило непосредственное начальство в лице руководителя регионального агентства по спорту Александра Кузнецова. Подобное поведение спортсменов на спортивной площадке считаю недопустимым. Вопрос только что спровоцировало эту ситуацию. По форумам в интернете разнеслось мнение, что водник выбирал себе соперника поудобнее в серии плей-офф. Мол, если бы выиграли у «Байкала», попали бы на чемпиона страны Красноярский Енисей. А вот в случае поражения выпадает более удобный уральский трубник. Однако позже появилось заявление начальника водника Дмитрия Минина. Никто, говорит, он не подгадывал с будущим соперником. Если бы мы хотели просто слить игру, мы бы сыграли как первый тайм на ноль и все. Но это был своего рода протест. Протест в Федерации хоккей с мячом. Суть протеста – очистить хоккей с мячом от коррупции и тлетворного влияния некоторых личностей из Федерации. Если они хотели плюнуть в адрес Федерации, то у них получился плювок в свою сторону. Главных участников-виновников скандала вызвали в Москву на заседание контрольно-дисциплинарного комитета. В итоге оба тренера, Иминин, получили дисквалификацию на два с половиной года. Команды оштрафованы на 300 тысяч рублей, а игрок водника Олег Пивоваров, забивший все 11 мячей в свои ворота, отстранен от хоккея на полгода. Его соперники из Байкала отделались легким испугом в виде условной дисквалификации на тот же срок. Однако утихомерить бунт не получилось. Началась информационная война, в которой поддержку воднику оказали игроки и болельщики сразу нескольких команд. Составили видеообращение аж к президенту страны. Мы расцениваем акцию протеста, руководство и команды водника из Архангельска как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта. Мотивы водника нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов мы, как хоккеисты, сталкиваемся с отсутствием честных спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России. Мы хотим поддержать нашего земляка Олега Пивоварова. Считаем, что он и его товарищи по команде «Водник» выразили своими действиями протест против закулисных игр Федерации хоккея с мячом России. Поборы Федерации с каждым годом растут, а миллионы уходят не на развитие хоккея с мячом, а в неизвестном направлении. За последние годы количество команд уменьшилось с 22 до 13. В общем, понеслось. На волне такой поддержки Дмитрий Минин выложил в соцсетях предложение по реформам Федерации. Провести в ближайшее время перевыборы, разработать новый устав, создать независимый институт судей, провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Федерации. А то, мол, не ясно, куда уходят многомиллионные взносы клубов. Скрынник все претензии отвергает. У нас есть и аудит, и все комиссии, которые положены по законам. И мы живем по законам. Ну а пока суд доделал, Водник отправился на переигровку матча с Байкалом. Ибо счет их первой встречи был аннулирован. В качестве группы поддержки в подмосковный поселок Абухово поехали три десятка болельщиков. С сторону Федерации мы уже плюнули. В данный момент должен победить. И с хорошим отрывом. Наш взгляд, в воскресенье что это было? Начало революции точно было сказано против нашей Федерации. К слову, на матч эти болельщики так и не попали. Автобус мало того, что пару раз сломался, так его еще взяли под свою опеку сотрудники полиции. Водник! 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 В общем, пока тормозили до мурыжили, игра на нейтральном поле завершилась. Наша команда в ней, увы, проиграла, но достойно, со счетом 3-4. Впереди плей-офф и встречи с уральским трубником. Однако кажется, что основную борьбу Водник в ближайшее время будет вести за пределами ледовой арены. Алексей Карельский, Юрий Борисов, Ольга Красулина, Евгений Зыков. 7 дней в регионе.